Морталс играет, по сути, за выживание в группе А в рамках ESL Pro League 5 сезона и финала в Далласе. Посмотрим, чем это обернется. Вообще, ну вот, два северо-американских коллектива чувствуют себя, откровенно говоря, плохо в последнее время. Может быть, может быть, так вот не зашло изначально, и будем надеяться, что сейчас все-таки решится. Решится, кто сильнее, потому что два коллектива с результатами так себе, и выходят уже от Имморталс на Ассайд. Стил забирает Натинга, да, Аплент уже под контролем, бомба установлена, и КТшникам придется в любом случае делать ретейк, Скадул играет на дефузах со смоком. Между прочим, он в окне в джангле вместе со Шраудом. Тут у нас рамбуста небольшие носить, которые толком особо-то ничего не дают. И время уходит, время уходит, Клуд Найн по-прежнему ждут агрессии со спины от своих тиммейтов, но это очень и очень медленно, хотя Стюи забирает, Стил забирает еще и Болса, Вау, Стюи полегче забирать, еще надо бы игроков атаки, но Кинг забирает Стюи, хенни размены, бомба has been... Бум, ну и соответственно пистолетка за ему, так, чуть-чуть еще, чуть-чуть еще вот сюда, наверное, и я думаю, что будет все хорошо. Так, привет, еще раз всем. Потягивайте, потягивайте, народ, Америка будет интересной, где сегодня матчапы. Вообще, довольно-таки забавные, я бы даже сказал, что этот матч реально на выбивание, но... Вбивание своих товарищей. Да, но и по континенту у нас минус отскадуло, Nothing также забирает Болса, минус отстирал с лукасом, тем временем тоже происходили. На пропите базы Б, Шрауд пытается поймать с диглав, довольно-таки дефолтный, форсбай для команды Клоуд Найн, после святой пистолетки за защиту. Ну, а в свою очередь, Иммортал взбрали калаши в большинстве своем, раскид по минимуму, но и выход на базу Б, возможно, уже вот в скором времени подъедет. Там у нас Шрауд вместе с Nothing'ом, Стюи, Стюи на Апленте. Ну и приемка на осаде, Nothing' уже под апартаментами, тут у него есть небольшие неприятности, но он перестреливает с тела, Хейни забирает Nothing'а в ответ, время уходит, минута, минута еще есть, но Шрауд забирает Хейни, Лукас остается один в два. И вы посмотрите, сейчас для этого бразильцы нужно делать просто колоссальную работу, один в два клатч, учитывая, что Клоуд Найн очень и очень серьезно настроено взять этот раунд. Бомбу потеряли у нас в атаке Имморталс, нужно дойти теперь до плента. Ну и Лукас в апартаментах ждет с моря погоды, может быть, Стюи подпушит, но нет, Стюи прекрасно понимает все ситуации. Вот не стоит ему открываться на апартаменты, вот зачем, ау, какой тайминг, Стюи, что ты ставишь, боже мой, Лукас, чтоб ты просто, просто почесал, походу, затылок и сказал, Guys, я, я Full Control, my friend, Full Control, к сожалению, не заехал, не заехал с этим вопросом. Обидно, обидно, но ничего не поделаешь. Такие вот тайминги случаются, Counter-Strike, и теперь в обороне у нас есть очередные девайсы, так можно увидеть прекрасно. Три кольта, две ЕМП-шки, ау, команда, атак, пистолет, с арморами, в свою очередь, и Стюи, и таки уже находит минус. С мидла по мидлу, соответственно, да, Хенни, и тут выход также от Лукаса, по-прежнему, и пытаются они зажать коннектор, но получается, это весьма плоховато, да, бомба на старте, ну и Лукас пытается, пытается все-таки убить опасного Стюи, который тащит уже, наверное, два раунда, ну а время уходит. В идее, команда Immortals должна была разыграть этот раунд, ну очень и очень быстро, потому что пистолет с арморами раскида по минимуму, и в принципе ситуацию, которую выправить, будет довольно-таки проблематично в случае проигрыша в этом раунде, там будет счет уже 3-1, и очередные девайсы могут ничего не решить толком, пока что размина, автоматик забирает Стила, болт забирает Стюи, это 4-3, пистолет вполне себе рабочий, но посадка в окно, и сейчас, походу, небольшой такой гамбургер на Аплоинт будет вываливаться в лице команды Immortals, один джал, уоу, какой локоть, аутиматик, куда ты отлетаешь просто от Лукса, а также минус от Скадудла по болцу и Луксу в ответ, но и Кинг уже в джангле забирает Скадудла, и новоиспеченный игрок команды Immortals сейчас будет стараться брать этот клатч. Да, можно было бы даже и дать шуму за команду Immortals, в такой ситуации Кинг будет стараться разобраться с этим клатч раундом 1-3, но, а время, время подлюбка, еще и Nothing пытался зарезать Кинга, да что ж вы делаете, Cloud9, у вас и так матч за выживание в группе А, а вы страдаете фигней, это 1-3, вот вам и шум за команду Immortals, а? Ужас. То Стюи тащит какие-то нереальные моменты, то ошибки от троих игроков Cloud9 приводят к поражению в раунде, который должен был уходить с, ну, вероятностью 80% за командой Cloud9, не знаю, с чем это связано, неприятно то, что, в принципе, ребята как-то подставились. Техническая пауза в исполнении Immortals, посмотрим, чем это обернется. Так. Понятно. Сейчас бы быть Мэтт просто, Nothing немножко расстроен, что вот не смог зарезать разборки в чатике, ой, эти про игроки. Это, это красота. Only if he did, no someone tipping out. Боже мой, рофл, рофл, это всегда хорошо. Но опять же-таки поживем, увидим, Cloud9 вместе с Immortals сейчас фейлят как только могут. Ну, вот серьезно, что одни, что другие делают довольно-таки забавные вещи. Я давно такого, на самом деле, не видел. Ну, ладно, это все. Дело такое, дело такое, пистолет с арморами. Теперь уже для Cloud9. Сказать, что вот прям должны браться пистолет с арморами нельзя, потому что Immortals сейчас явно не собирается наступать на те же самые грабли, хотя, ну, все мы знаем прекрасный стак Скадьюи, который, с которой уничтожает всех и вся, как Скадулу, так и Стюи показывают, ну, неплохие фраги тех же самых пистолетов, Шраут, так и вообще тоже своеобразный, Ника, в Северной Америке. Ну, и, соответственно, остальные в составе команды Cloud9, тематик, молодой парень, который тоже ставит на уровне Стюи и 2К, это очень-очень жестко. Ну, вот Nothing есть, наверное, и будет капитаном команды Cloud9, и вечно будет не отставать своих тиммейтов, стараться, по крайней мере. Вот уж Кинг собирает Nothing, скорее всего, под апартаментами. Что там по поджимке от Стюи? Будет ли что-то интересное? Хенни забирает алтиматика на коннекторе, да, вернее, на парапете. Перед коннектором отстрелил нас террористов его визави. Ну, и, по идее, снова 5 в 3. Большинство для бразильцев. Почему? Ну, можно сказать, что там как раз-таки те самые пистолеты сейчас по позициям проигрывают банально, и Скадулу смещаясь над Дельпом, он оставляет шраунда одного на базе Б, и, в принципе, это логично, что вот стяжка на Ассайд очень-очень весьма кстати, но... Но работа будет ли проведена? Стюи забирает Хенни, Лука забирает Скадудла, а минус Аклук сопа Стюи, шраунт забирает Стиллайн, но Болтс тоже не подкачал, и третий раунд для команды Имморталса. Напоминаю, это бестфодна карта. Я бы даже сказал так, и тут... Ну, правую на ошибку практически нет, тем более вы играете реально на выживании в группе А. Клуднайм из Симморталс занимает последнюю строчку, одинаковое количество поинтов, ну, и мне не совсем ясна система проведения. Поэтому, если кто знает, объясните мне. Ну, вот топ-3 точно выходит дальше, да, в плей-офф. А вот что с командами, которые сейчас вот эти матчи ключевые играют? У них есть шанс еще пробраться в плей-офф? Вот, если такие аналитики в чате присутствуют, пожалуйста, просто немножечко поясните, поясните за этот момент. Ну, а пока Клуднайм берут минус 2 на экономическом в лице аутимачка, которая работает, ну, наверное, довольно-таки неплохо относительно остальных своих тиммейтов. Ну, вот Б база чиста, и Имморталс спокойно на плюс В выбегают на эту точку. Шрауд, да никаким образом даже не мог успеть в этом направлении, в принципе. Ну, разве что, только Имморталс медленно-медленно пытается зайти на точку, чекает все позиционки за плентом, и пытается сыграть сейфово. Ну, и минус от Кинга по аутиматику. Далее, скорее всего, Шрауд подбирает АК-47, видит Болтс, получает трехочковые подноги, и СК-Дуду последний. Да, для него тут все довольно-таки проблематично. Забрать хотя бы один-два из Билла бы весьма-весьма кстати, но получится или нет, вот в чем вся досада этого раунда. Его уже идет выбивать номер ноль. Это Кенни, который из Формагана зарабатывает лишнюю валюту к себе в карман, и делает четвертый раунд для команды Имморталс. Ну, и бразильцы взяли практически лузовый минимум для этой карты. Могут продолжать в том же духе и закончить довольно-таки уверенно. Почему бы и нет, такое тоже бывает. Теперь уже очередные девайсы. Скадунулся ВП, четыре кольта, и Клуб Майн будут бороться, бороться за постоянство. В первой половине уже после шести, грубо говоря, раундов. Этиматик забирает Миша Шрадов, Лукаса и Кинга под базой Б. А это был агрессивный выход в парапет. Далее Стил забирает Натынга на парапете, скорее всего, в агрессии. Ну, и команды Имморталс, имея меньшинство, сейчас несколько захолдились. Быть может, стоит подумать лишний раз, а что могут сделать эти ребята в данной ситуации. Ведь тут у нас не все так просто. Клуб Майн не выбили бомбу, но, по крайней мере, пытались законтролить Миддл. Я-то радую. Выпадом занять так же Миддл. И вот получится или нет, узнаем Скадудл. Пятка. Оу, вот это датриэкшн. На самом деле. Но Тиматик забирает Болтса сверхнизу. И тут 4 в 2. Стил до Ахэни вдвоем против четырех игроков защиты. Как получится, пока не ясно. Но вот минус от Стила по Аутиматику. А далее минус от Стила еще и по Шрауду. И раунд-то в ровном счетном переворачивается. Пускай даже была ситуация 5-3-4 в 2. А сути в раунде это не меняет. И Морталс дали пройти до Сайда. И этому никак вообще не воспрепятствовали Клодмайн. Почему? Вопрос серьезный. И Стил сейчас может просто вместе с Хеней взять этот, ну, казалось бы, изначально проигранный раунд. И вот он Хеней, который чекает с Фореста выход с двери. Скадудл со Стюей. Скадтьюви идут просто на ретейк. И минус от Стюи по Хене. А далее Стил забирает спрейм Скадудла. Но на Стюи его не хватает. И времени предостаточно для... Капитан команды Клодмайн. Для Стюи. Ну и второй раунд для голубых облачков подъехала. Что тоже, в принципе, неплохо. Что же, по идее, мы с вами имеем? Имеем снова АВП от Скадудла. Есть также Кольт в лице Стюи от тематика. Плюс Фомас от Шрауда и Натинга Юн Пешка, соответственно. Печальная закупка. Ну а команда Иммортал, в свою очередь, тоже теряет экономику. В какой-то век сейчас ситуация примерно равная. То бишь, кто сливает раунд, тот остается без девайсов на следующий. Хотя Иммортал вряд ли это остановит. И они возьмут пистолеты с армурами. Потом сделают эко и снова закупятся. Но это все из разряда вон выходящие. Ведь сейчас они не хотят отдавать раунд и слить. Ну, с вероятностью, 50% любая команда может затесать именно вот этот раунд. Это все дело такое. Но там ожидание. Аутиматик занимает очень агрессивный парапет. Также Мидл ему чекает. Скадудл с ВП с окна. И вот Иммортал принимает решение захолдить в районе терраспауна. С одной стороны, эти ребята могут выйти на слоу тайминге, на асайд. И чувствуют себя довольно-таки неплохо. Но, с другой стороны, также Клуд Найн могут это прочитать, поджав тот же самый Мидл, Б базу. Или же, ну, не знаю, там, ту же самую Яму с одним минусом. Но это прям совсем дико. И, в общем-то, полетела раскидка на Аплент. Очень и очень читаемо. Но Клуд Найн по-прежнему остается на базе Б. Быть может, это фейк. И, да, выход на асайд. Приемочка от троих игроков. Защиты Натвинг вместе с товарищем Стюи. И также с Кадудлом. Плюс через эти Аутиматик подтягиваются. Снафинг спрыгивает сэндвичи. Получает хэдшот от стила. Минус от болт с постюми. Бомба стоит. Лука забирает Аутиматика. Автодиректор, пожалуйста, не спи. Чет как-то по фрагам, да, пролетает он. Не очень-то и быстро. Ну и Лука забирает Скадула. Шрауд забирает болтса. И Шрауд остается последний. На Дельпане. 1-4. Помогите кто-нибудь Шрауду. То у него есть небольшие неприятности на Аппленте. И 5-й раунд для команды Имморталс. Ну и очередная потеря экономики. Для Клоудмайна они летят и делают еще. Одни пистолеты с арморами. Ох, что не есть хорошо. Сама фишка, что Клоудмайн, в принципе, играли даже, ну, я думаю, на чуть более высоком уровне, чем Имморталс. Тем более Имморталс замена произошла совсем недавно на Кинган. Но этот парень уже неоднократно нам показывал даже вот в начале этого матча, что готов браться. И, в общем-то, вся команда Имморталс сейчас смотрится по отношению к Клоудмайн в разы сильнее. И по стрельбе, и в плане фишечек, и морали, скорее всего, в том числе. Так как-то вот Клоудмайн, ну, молодцы. Взяли там, по-моему, Форс. Но потом вот этот третий раунд, по-моему, для Натинга с его ножом 1-3 вообще был не к месту. Ну, что-то произошло не так. Но ничего не поделаешь. Ну, еще одно АК сверху. Клоудмайн осознают все боли этой ситуации. Понимают, что сейчас особо ничего не поделаешь. Ну, вот летим мы 6-2 за защиту на Мираже в рамках бестов одной серии. И, как бы, ну, с этим надо что-то делать. А Имморталс тут рамбусты в мидле, там, выходы... Как-то даже, не знаю, по одному. Все-таки они не боятся, у них есть сейчас девайсы. Вот, например, номер 7, это Стил. Вообще отправляется в Соляру Бэп-точку открывать. Ну, а остальные игроки Клоудмайн имели стэк на Апленте. И вот только лишь сейчас Натинг стягивается на Бэплент. 2А, вот он и Стил, падающий от Шрауда в спину. Что очень даже неплохо. Натинг близко в парочи падает от Болца. И снова ситуация 4-3 по пользу команды Имморталс. Ну, опять же-таки, сути это в раунде не меняет. Эко по-прежнему команды Клоудмайн ставится пауза. Хини в коннектор вместе с Луксом отстреливают и Кингом. Кстати говоря, Скадудла. Аутиматик падает на Джангли и Шрауд с единственным килом в этом раунде. Сака 47-м на руках. Умирает в маркете. И это 7-2 для Имморталс. Кто бы мог подумать. Ну и пока паузы, работяги. Ну-ка, давайте ставьте свои, пожалуйста, троечки, если вы болеете за Имморталс. Четверочки, если за Клоудмайн. Или же просто шуму, если вы делаете просто ставку на красивый Counter-Strike, как и я. Да. Единственное, что красивый Counter-Strike, он красив-то до 12 часов по Москве. Но потом, потом есть свои приколюхи. Поэтому, я думаю, мы с вами досидим уж один часик после двух часов ночи. А может быть даже и быстрее. Там будет все зависимости от того, как этот матч будет сыгран, как будет сыгран следующий. И вот все такое в этом роде. Ну, я думаю, вы меня понимаете. Так, ну и Клоудмайн анпауза пишет сразу же. Быстро, быстро. Полетела анпауза. 10 раундов практически позади. Все началось с ножа. Да, да, вот именно, что вот непонятно, почему. Очень рисковых матчапах Клоудмайн себе позволяет такие вещи. Я понимаю, бемки, мувики, все дела, но... MLG не пройдет против команды Immortals, которые также могут за MLG-шить. И вот она, пауза. Минус 3 за считанные секунды. Бот всего лишь один размен. И стил. 1 к 4. Ну-ка, стил, пока... Ох, ты шло. О, вот это была наводочка неплохая. Через стенку верх-низа. Может быть, даже это так... Фирм, да и стил умирает в прыжке. О, вот это просто полет навигатора в исполнении из тела. Я думаю, что сейчас в темпике ор небольшой от команды Immortals, но это забавно. Вот все, все просто несколько косячит, но... Ну, команда Immortals косяки выливается в меньшем виде, чем у Cloud9, который играет за защиту. И, казалось бы, сильную сторону для миража. Эх, эти... Эти товарищи знают, как можно развеселить аудиторию. Ну и что же? Что же мы с вами по итогу имеем? Снова очередные девайсы. Cloud9 взяли себе третий раунд. И рассчитывают, наверное, взять 6, а то и 7, а то и 8 раунда. В принципе, что тоже неплохо. Но Искадулу своевременно отстреливает стиллакинг. Под базой Б забирает Алтематика. Размен от Шрауда, размен от Хенни. Шрауд по-прежнему на планете. Забирает Лукаса, уходит направо. И Болтс... А Болтс-то не может прочекать плен. Почему? Лол, Хенни дает инфу. Болтса не ждут. Он забирает Шраудом на позиции Фореста. Сюит, окей, открывается с двери своевременно. И также забирает Хенни. Это прекрасная приемка. Безусловно. И команда Cloud9 умудряется взять еще один раунд. Если что. Ну, а там как пойдет. Ну, а там как пойдет. И давайте взглянем на экономию команды Immortals. Там ее вроде как уже и не остается. Ну, да, у Cloud9 несколько больше. Но Cloud9 это ребята, которые делают камбэк в данной ситуации. И им в любом случае надо бросить больших раундов. Иначе, ну, начинать, например, с пятеркой за защиту. Против десятки это Immortals за атаку. И потом с вапсайдс. Если вы не берете пистолетку, то контакт, возможно, будет потерян. И Хьюстон у нас проблемы. И мы Cloud9 вполне себе могут сказать. Тут, по идее, ситуация, которую нужно как-то разруливать. И, в общем-то, все будет зависеть именно от игроков команды защиты. Но вот пока что Скадудлов выключает стил. Ну, Скадудлов предварительно в двух раундах до этого забирал entry frag. Теперь уже его отстрелили. Болтс также забирает стюмит окей. Ну, и Immortals, ну, на целом, два килла ближе, чем командный Cloud9. Ну, к Анато пятому раунду. А Анато, соответственно, к восьмому. Ну, и агрессия на пропеть от автоматика. Просто против трех стволов стреляется парень. Не боится ничего. Натлинг также агрессирует на коннекторе. Лукас его забирает. И Шрал также падает на джангли от Кинга. И это восемь раундов для Immortals. Экономика в защите снова выглядит не лучшим образом. И Cloud9, где же вы? Где? Где вы, Cloud9? Прием. Я вас не вижу. Можно, пожалуйста, болельщиков Cloud9 в чат? А то как-то... Как-то грустненько. Наблюдать за этим. Расстроен. Ну и предпред. Последний раунд первой половины. Что касается вообще команды Cloud9. Ну, сами понимаете, состав, который творит колоссальные вещи порой. И сейчас вот никаких результатов. Но, скорее всего, это проблема лично такого вот морального характера. Не пошла игра с самого начала. И сейчас Immortals могут додавить. А если Cloud9 возьмут еще одну паузу и смогут расслабиться. Понять и почувствовать ветер этой игры, то, быть может, даже и сделают камбэк. Даже пускай пять раундов за защиту. Четыре тоже есть. Можно камбэчить за атаку, взял пистолеты и прочее, прочее, прочее. Ну, а так, минута времени остается всего лишь навсего. Cloud9 решили снова запустить аутематика на подпуш. Скадудл со скаутом и армором на приемке Аплента перед головой. Минус от Маффинга по болцу. Так, Кенни. Сейчас щелкнет. Скорее всего, Маффинга поймает Кинг. И далее. В идее. В идее 4-3 продолжается. Ситуация Шраута на базе Б. Снова один. И выход на Аплент. Скадудл на позиции между. Сейчас посмотрим за ним. Есть попадание по луксу. Есть размен. Далее Стилл работает на аутематика. Скадудл по-прежнему между. Живет. Лолу его убивает лишь только по размену. Еще и по Хейне. И в итоге Шраут остается, будучи 1-2, пропускает на голову Кинга, который распрыгивает вниз. И также умирает от Шрауда. И теперь для Шрауда все есть, чтобы потащить этот раунд так же, как и для Стилла. Бомба ставится за фаербоксом. Шраут не нашивает. Ну, в общем-то, флеш. И минус от Стилла. Два патрона. Ну, и два хэдшота, по всей видимости. То лучше выглядит FNX или Кинг. Я считаю, что сейчас, на данный момент, мне нравится очень, как Кинг играет. Быть может, это только против Cloud9 так сошлось. Но, если, опять же, он играл в предыдущих матчапах так же неплохо, то, по-моему, неплохая такая более-менее молодая замена FNX. Которая уже, ну, сами понимаете, ветеран Counter-Strike. В итоге простые пистолеты. Команды от Cloud9. Вот просто вот не идет вообще ничего. Хейне и Лука сделают по минусу. Нигину и Разминахи не так же забирает Скадудла. А Сайт, Аутематик, падает перед головой. Шраут еще так же имеется на миды. Но вот стил с ним расправляется. Это в сухую против экономического раунда. Тиммортал с экономикой выше таких похвал. И один раунд до конца первой половины. Ну, тут ничего не поделаешь. Cloud9. 5 в лучшем случае. Давайте. Тащите. Потом пистолетку. Потом. Антифорс. В лучшем, опять же, случае. И... Первый девайсный хотелось бы тоже выиграть. И там уже 8-10. Ну, хорошо. 10-7. Еще одни оружейки. 10-9. И камбэк из Рио. Вполне себе. Тут лишь остается только болеть за коллективы. Надеяться на лучше. Ну, а тут выход на базу Б. Шраут на Плэнте. Минус от Лукса по Аутематику. Далее работает Шраут. Делает минус по Луксу красному. Размина от Болтса. Красным остается также еще и Кинг. Хенни 40 хп. Болт справа от Плэнта. С бомбой. Оу. Умирает от Стюви. Nothing забирает Кингахи. Не забирает Скадудла. На Плэнте Nothing. Nothing перестреливает Стилла. Оу. И Хенни решил прыгнуть. Зачем? Непонятно. 10-5 и Клуб Найн. Ну, как сказать. То, что это лузовый минимум. Лузовый минимум для атаки. 5 раундов. Но черт его знает. Может быть Клуб Найн что-то знают. Затысает. И покажет нам красивый Counter-Strike. Будем надеяться. Единственный потеп ВС Эннис. Ну, может быть. Он сегодня явно в форме. Может быть он готов. Разносить кабины. На сегодня. Ой. Ну и ради пишут Immortals. Пошли у нас рестартики. После первого плана. Вы сами прекрасно видите табуляцию. Видите, что... Видите, что... Ну, прекрасно. Доминируют у нас все по фрагам. В команде Immortals. Да, вот у команды Cloud9. Аутематика с Nothing'ом и с Кадулом явно не хватает. Шраут со Стиви. Ну, работает как работают. И у них пока что все более-менее комфортно. Ну, вот, а Лукас идет топ-фрагерам своей команды. И чувствует себя тоже более-менее комфортно. А Кинг занимает четвертую позицию. В лидерборде. Так что поживем, увидим. Кто тут еще тащит команду Immortals. Поджим к Underpassа в исполнении Хэннис. Сбирает Алти-Мачка. Шраут с Nothing'ом делает два ответа. Минус А также Nothing' перестраивается еще и на Стила, который на Б-апартаментах-то решит тоже сагрессивничать. И Болтс на планете за Бущим. Могут его и, в принципе, и не ждать. Ожидание пистолетки для Cloud9 мне кажется очень даже неплохое. Если у них получится сделать что-то годное, то мы с вами можем остаться довольно-таки довольными. Хотя, хлоу-коэффициент. Или, подождите, а что по коэффициентам вообще? А что у нас по коэффициентам? Ага. То есть, большинство всегда верят в Cloud9. Сильное заявление. Сильное. Ну, а вообще так-то. Кто сколько на кого поставил? Так, чтобы, ну, примерно по суммам-то ориентироваться. Потому что тут забавная ситуация-то. Выходит, Immortals сейчас могут отправиться на тайбрейки. А команда Cloud9, команда Cloud9, ну, может вылететь с турнира и не выйти в плей-офф. И для, как бы, американской команды не пройти в стадию плей-офф. Ну, грубо говоря, на своей родине это не весь хорошо. Ну, что ж, Cloud9 отправляется на асай. Такая вот незамысловатая перетярочка. King, носите. Давайте за ним посмотрим. Блин, номер 8. Не успеваю переключаться. Вот он тут у нас за плентом. Оу-оу-оу-оу-оу. Пусть увидит, а падает минус. Также еще и по шрауду. Воу-оу. А стоять. 1, 10, 12 хп красные бразильцы. Ну, они, походу, сейчас могут вытащить этот раунд. Один, один просто хороший шот. А товарищи стила по Наттингу, но Наттинг справляется. И квадрокилл в этом раунде в его исполнении. Но, знаете, бразильцы были близки. Были очень и очень близки. Взять ее пистолетки под номером 2. Но тут уж вы ничего не поделаешь. И Клуб Найн собирается возвращаться в эту игру. Буду надеяться, что посмотрим мы с вами не как бы не 16-6, да? Не 16-8. Хотя бы 16-12. То как-то все матчапы быстро закончились. И мы их особо-то не почувствовали. Клуб Найн осознают всю боль этой ситуации. Форсбай берутся именно за защиту с большой вероятностью. За Т-сайд тоже работают неплохо Тек-9 с арморами, но... Но-но-но-но-но. Сейчас у нас несколько другая расстановка сил на карте. Такую теперь уже облачка. Ну, а имморталс. Обороняется. А Пленти, Лукса на Пленти видно, я не знаю. Скадуду до сих пор не реагировал. Еще чего Лука забрала тематика. Также нафиг с Шаудом делают по размену. Болз отправляется через джангл назад на Дельпона. И 2 в 4. Снова 2 ЦЗшки. Смог носить и скоро рассеяться. Бомбу до Плента дотащить бы Стюи следовало бы. Ну, вот он. Ползет, ползет! Эээ, да. Эээ, как говорится, в одном нарезочном моменте. Сап. Да, и Скадула умирает. 4 в 2. 2 пистолета. 2 ЦЗшки. 12 патронов. Минус 4 игрока клоунлайн. Вот, мне хочется сказать, клоунлайн, вы меня слышите? Имморталс. Клоунлайн. Алло, прием. Имморталс. Ну, понятно. Короче, тут походу болельщики имморталс решили заполонить, заполонить. Товарищи клоунлайн, чтобы тоже уже задезморалились несколько. Да, понятное дело, что не получает совсем ничего, и даже вроде бы берете пистолеты, ну, девайсный раунд, куда там отдаваться, но, но нет. Эээ, какой уж нас одинаковый, тут за клоунлайн болеем. Да, вы сами видите, что делают клоуга. Я бы хотел поболеть за облачков, но... Ничего не поделаешь, но не идет. А матч-то очень важен, между прочим. Ну, и Кинг забирает Шрауда, Болт забирает Алтиматика, Натинь забирает Лукса, Болт забирает Скадула. Последним остается Натинь, и он забирает Кингом, но разминат Болтс подъезжает, и, в общем-то, 12-6. Ребят, ну, если будет 16-6, я вам этого не говорю. Объективно говоря. Клоунлайн сделали все, чтобы... Чтобы не взять эту карту. Здесь банда, после этого Торика не будет. Оу, Аутиматик попал, похей, не в окне. А это уже очень даже неплохо. А Болтс в Андре. И меньшинство для игроков от Бароны. И вот этот подпуш от Болтс может обернуться весьма-весьма не кстати. И да, Болтс подставляется. Красный ИКП. А забираешь... А, боже мой, Натинь, убей же ты его. Ну, куда? Клоунлайн опять. И делают энтри. Потом сыпется от одного игрока Бароны. И снова возможность взятия раунда аннулируется благодаря тому, что бразильцы играют агрессивно, нежели их визави. И это печально. Вот мне реально сейчас жалко просто клубной. Я думаю, вам тоже. Во всяком случае, катка, ну, получается довольно-таки интересный, потому что косячит, я уже неоднократно говорю, все. Ну, вот клубной завозит меньше. Ну, и что по девайсам? UMP для Аутематика. Шаут и компания с калашами. А иммортал, в свою очередь, берут себе... Ага, К-47-ой, UMP для Болтс, АВП для Кинга. Лола, ВП для Кинга? Серьезно? Это как вообще? Это как получилось так? Забавно. Так, подсадка на Б-Пленте. Для Стива. Рабочая схема. По Шралду дэмэдж залетает от Хейни с окна. И, в общем-то, команда Клоуд Найн снова. Становится заложниками entry-фрагов от команды из Бразилии. Букав забирает Аутематика. Проход на пропет и сплит на базу Б. Стиви, к Скадуду, Шралд через парочку. Чит апартаменты на Пинги. И вот посмотрите, что творит Болтс. Один забирает двоих против трех стволов. Уже 4 в 2 ситуация остается. Минус от Стила по на Пингу. И Шралд как бы не старался. Да. В спине у него есть игрок, есть сниппорта. Куда пошел Лукас? Прием! Это что такое? Как так? Там же по бомбе инфа была. О, еще и бомбу дали поставить. Ну, это плюс экономика Клоуд Найн. Но, в любом случае, Мортал сберут себе 14 раундов. И уже будут чувствовать себя гораздо увереннее, нежели Клоуд Найн, которые КП он Лукас 23. Подсказку. Кингтоповый снайпер так-то. Ну, проверим. Проверим. Чуть попозже. Проверим. Ну, и да, голубые облачка, что-то не оправдали ожиданиям ноги. Ну, тут. Я не знаю, что сказать, потому что Клоуд Найн сами в этом виноваты. А это печаль. А это печаль. Ох ты ж, за я тебе минула по болцу, попадая довольно-таки уверенно. Хотя Скадуду остается не шибко-то и хиловым. Да, тут у нас, по идее, также еще и Стюи проседает. И Скадюви стэк-связка комба не контрится в идее. Да, все-таки пришел Стюи продать. А ну, да, еще вместе отдался. И также Лукас на планете забирает. Аутематика, короче говоря, делал от entry клоуд Найн. Но отдали безинициативно отыгровка. И, в общем-то, отправляется, скорее всего, клоуд Найн домой. С этого турнира. Не знаю, что сказать. Не знаю, почему. Не знаю, зачем. Ну, так оно вот должно быть, значит. 11.4 Envy ведут. Ну, я, знаете, перед началом этого турнира, да, сказал одному товарищу, что на этот турик вообще лучше не ставить. Потому что здесь лоу-кф и будут чуть ли не в каждом матче. И я был, похоже, прав. Хотя вот клоуд Найн не особо-то и топ-кф, считая 2%, но все равно и те, и другие сливали. И угадать, кто же все-таки победит в этом противостоянии довольно-таки проблематично. Я думаю, что вы прекрасно это осознавали. И тут... Ой-ой-ой-ой-ой, клоуд Найн-то вы просто посмотрите, каких роботов они сделали на базе Б. Ну и что вот ваш топовый снайпер Кинг? Отлетает с одним минусом вместе с Лукасом на команду. И 15.7. А 8 раундов к ряду до допов от клоуд Найн? Или же все-таки победа команды Immortals? Узнаем, наверное, через несколько мгновений. Кинг раньше Red Reserve играл? Да, я знаю. Я помню его оттуда. Тогда эти еще бразильцы в Европу приехали праки покатать. И сами знаете... Чем-то закончилось. Команда повыбивала несколько команд с туриков, но... Потом, по-моему, несколько подзамедлило свой ход. Вот и Ultimatic уже делает вместе с товарищами 2 минус по Кингу и Луксу. Команда Клоуд Найн снова имеет большинство, но уже не такое ярко выраженное. Все-таки на одного игрока преимущество. Хотя, с другой стороны, зажать с того же самого болца на планете на Дельпане 4 в 1 было бы непросто. Ну и выход в сторону Асайда. Минус от Сетю и Пастилу. Снова 4 в 2. Снова болт с Тахини. Ух! Ух, заряжу сейчас, походу. Говорит, болтс. Стуи полетел. Прыжок. В броском Кобры. Минус от Болтса. Минус от Хей. Оу, там полет. Тоже есть от Хейни. Довольно-таки неплохой. Пытался он сделать спиншот, по всей видимости. Но... Спиншот штука такая. То работает, тут нет. И, да, делайте форсбайк. Приема Морталс. Вам сейчас. Хотя, стойте. Они сливают 2. Я забыл. Я тогда думал, они 1 сливают. Тогда, да. Тогда они закупку в следующем, в принципе, сделают. Там 2-100. Ну да, большинство закупится. На всяком случае. Поторопился я с выводом. Хотя, стойте. Сейчас вот. Сейчас уже начинается вопрос. Хотя, с другой стороны, Лукас оправдывает свой Desert Eagle, который покупает весьма-весьма за большие бабки. 700 долларов. Это вам не шутка. Это очень даже неплохая сумма в реальной жизни. Вот сейчас вот. Контроль милла от TUV. Апартаменты от Аутематика. И болтс его забревает. Также поджимка антерпасса. Лукас забирает TUV. Лоу. Если. Клоунная проиграет экономическому раунду. Это так. Ну, наверное, они расстроятся. Да, серьезно. Нафиг. Сейчас за все косяки должен сейчас сказать. Ребята. Я вам делал минус раунда. Сейчас я вам возьму раунд. Вот. Прям вот возьму с шраундом. Дам вам пятюню. И мы заберем для вас. Для болельщиков. Хотя. Кинг уже забирает шрауда. И Натанга. И шна ц8. Джи-джи. Джи-джи. Походу команда Клоунай может попрощаться с турниром Далласа. Ну, а имморталс будут сражаться дальше. Напомню, что у микрофона студия Рухап. В частности, Андрей Айншрот. И. Ну, а пока что у меня все. Следующий матч будет в 2 часа ночи по Москве. Приблизительно. Это Энерджи против Мулл Спортс. Так что готовьте чай, какао. Не знаю, запасайтесь энергетиками какими-нибудь неплохими. И будем с вами в 2 часа по Москве ночью смотреть еще один матчап на этом канале. Так что далеко не расходимся. Далеко не расходимся. Ну, а параллельно с нами там работают еще товарищи из студии Рухап. Которые для вас будут освещать матчи уже вот через несколько минут. Так что можете отправиться к ним на часик.